Здравствуйте, уважаемые гости сайта insku.com Сегодня я хочу вам рассказать про MP3 плеер В таком детском неубиваемом корпусе Полученный от магазина Everbuying по программе iTry Итак, вот такой вот сам по себе маленький плеер Значит, можем его посмотреть, сколько он у нас имеет размер линеечкой Вот мы видим, что длина его 7 см И ширина буквально 4,5 см в самом толстом месте Вот такого яйцевидного, в яйцевидной форме Значит, плеер пришел в течение месяца Комплектность у плеера не богатая Но все, что нужно, есть Наушнички, я их еще даже не распаковывал Вот такого вот вида Похоже немножко внешне на эппловские наушники фирменные Значит, вот такая вот инструкция на чистом китайском языке Так что, собственно говоря, полезность этой инструкции практически нулевая для меня И сам плеер, который находился вот в таком вот креплении Все это пришло вот в такой коробочке картонной Итак, что же у нас из себя представляет этот плеер? Значит, у него есть, как у многих флешек Вот такая крышечка Значит, под этой крышечкой прячется у нас USB-разъем Через который, с одной стороны, он заряжается, этот плеер Свой аккумулятор Заявляется время работы Порядка четырех часов Время зарядки полтора-два часа Также есть разъем для наушников Есть вот такая вот многофункциональная качелька Которая нажимается и которая отклоняется в одну сторону и в другую И выключатель Прошу прощения за зеленку на пальцах Значит, вот, собственно говоря, взял я Выбрал его своему ребенку Чтобы можно было закинуть разные либо детские песенки Либо какие-то детские аудиокниги И ребенок, когда гуляет на свежем воздухе Как видите, здесь этот плеер идет с динамиком То есть, можно слушать его не только через наушники Чтобы ребенок мог слушать и отдыхать Что-то интересное, полезное Узнавать Совмещать, так сказать, ввиду Скорого лета Полезный с приятным Значит, модель называется HD07 Хоть убей, не знаю, что это значит Итак, давайте посмотрим, как он работает Я уже вставил на него microSD карточку Или Transflash, иначе называемый Значит, на которой есть куча детских песенок Итак, включаем вот этим вот выключателем Загорелись индикаторы И плеер заиграл Как видим, плеер во время работы активно моргает своими индикаторами В такт воспроизводимой музыки Теперь чуть подробнее про вот эту вот качельку Значит, на коробке также у нас есть англоязычная инструкция Значит, из которой я уснил, что Многофункциональная качелька выполняет функции Во-первых, если на нее нажать Один раз это play, соответственно, еще раз это пауза Вот Дальше Отклонения вправо и влево Кратковременные отклонения вправо и влево Значит, ведут к переключению на следующий, предыдущий трек Вот, вернее, так вот, вверх Это следующий трек Назад Длительные отклонения в одну и в другую сторону Ведут к изменению громкости звука Итак, давайте проверим Вот, судя по всему, это у нас максимальная громкость А теперь Кручок, крручок, крручок Уменьшаем Ну что ж, несмотря на очень малое количество элементов управления Как видите, только выключатель вот эта вот качелька Этого вполне достаточно для того, чтобы иметь возможность переключить музыку и прочее Изменить громкость В общем, базовая навигация Также поставить на паузу и снять Кроме того, можете обратить внимание Вот я выключаю плеер Запомнили мелодию? Давайте что-нибудь такое Запоминаю сейчас поставим Спокойной ночи, малыши Теперь выключаем И включаем И мы видим, что плеер запоминает ту композицию, на которой был Тот трек, на которой был выключен Что ж, это тоже замечательно при прослушивании аудиокниг Конечно, в данном случае нам не хватает перемотки Перемотки внутри трека Но что делать? Что делать? С другой стороны, за ту цену За которую он продается Собственно говоря, от него что-то требовать еще Дополнительно это уже просто кощенство Итак, в принципе, рекомендую А, вот еще один маленький нюанс Значит, когда я получил этот плеер Сразу обратил внимание, что при вот такой вот его тряске Внутри что-то болталось Если вы посмотрите на страницы обзора То вы увидите его в разобранном виде Болтался там аккумулятор Который изначально должен быть приклеен к плате основного плеера Но, видимо, отодрался Соответственно, я этот вопрос решил Просто подложив То есть, аккумулятор положив на то место, где он должен быть Сверху добавив небольшой кусочек поролона И закрутив назад всю эту конструкцию Теперь ничего не болтается, не трясется Собственно говоря, все Претензий больше никаких Итак, рекомендую Особенно ввиду ближайшего лета Ну что ж Итак, заглядывайте на сайт InSco.com за свежими обзорами Различных онлайн-шоповых новостей А также за скидочками И, собственно говоря Добро пожаловать в онлайн-шопинг Счастливо! Жду вас на страницах InSco.com Спасибо за субтитры Алексею! Спасибо за субтитры Алексею!